Здравствуйте, дорогие друзья! Спасибо, что продолжаете задавать ваши вопросы. И сейчас мы пройдемся по очень интересному моменту. Огромное спасибо, не помню, как правильно читается, ник. В общем, человеку, который задал вопрос о том, чем же заменить нам на дровол. И это действительно очень интересная тема. Есть несколько вариантов препаратов, которые якобы по эффекту, соответственно, аналогичным, андролону сделали их из андролона. Ну, это, естественно, приводится в пример блуденон, приводится в пример по, соответственно, моменту задержки жидкости и якобы там анболической активности, это анболон. Вот, но, на мой взгляд, ни блуденон, ни анаболон не будут соответствовать, ну, как бы, действию набору. Если мы речь ведем, конечно, мы хотим получить эффект эквивалентный набор мышечной массы вот андролона. Они не будут соответствовать тому, тем ожиданиям, так скажем, которые обращены в сторону андролона. Если мы рассмотрим анаполон как замену, ну, мы получим, во-первых, высокую токсичность, и если сможем набирать достаточно активное, что-то достаточно хорошо наберем, мы встретимся с тем, что нам нужно будет устанавливать, во-первых, печень, что не всегда удобно, что не всегда хорошо и так далее. Мы не сможем быть на нем достаточно долго. Мы более яркий откат получим после обмена препарата по потере жидкости, в отличие от андролона все-таки, но не так сильно андролон заливает, на мой взгляд, как анаполон. Но это вещи индивидуальные, то есть вопрос еще вашей генетической детерминированности. Есть, конечно, люди, кто из одной таблетки анаполона там набирает более десятка килограммов. Но, тем не менее, среднестатистический, так скажем, пользователь анаболических стероидов, он не возьмет так много от анаполона. Балденон же, ну, не так ярко срабатывает, особенно в низких газировках до одного грамма. И если вы просто ставите курс тестостерона балденон, ну, маловероятно, что вы получите такой же набор мышечной массы, как от андролона. Опять же, здесь нет никаких исследований официальных, вы должны это понимать. И каждый специалист, он руководствуется, скорее, своим клиническим опытом. Да, я здесь рассуждаю о чем, нежели что-то какие-то исследования, можно ссылки сделать. Естественно, никто никогда не исследовал анаболические стероиды на предмет набора, ну, такой уже мышечной массы сверх, чем положено по формуле того же Брока. Вот, наверняка высчитывали себе, ну, мы прекрасно понимаем, что тот же Брока средняя температура по палате, но тем не менее. То есть, никто в медицине не ставит, соответственно, задачу набор экстремальной мышечной массы, как это делают спортсмены-бодибилдеры. И набор экстремальных силовых, как это делают тяжелоатлеты, павлитеры и тому подобное. Вот, чем же заменить тогда нандравон? На мой взгляд, более лайтовая форма замены нандравона это сустав молнии, потому что там что-то там есть по формуле эквивалентное нандравону. Ну, это просто набор разной длины тестостерона классического для нас. Вот, но он достаточно из-за этого, из-за своей специфики сильно задерживает жиркость. Ну, он достаточно анаболически активный, вот, особенно если брать дозировки, что все профессионалы делают с суставом через день, то, соответственно, ну, я имею в виду, большие дозировки ставят, если мы говорим о профессиональном бодибилдинге, где используются все-таки экстремальные дозировки препаратов. Вот, через день по кубику в среднем профессионалы делают, ну, конечно, они набирают достаточно сильно, вот. Ну, и второй момент, чем можно заменить нандравон, более продуктивно, на мой взгляд, чем сустав нон, это, конечно, все виды тренбалонов, вот, но здесь мы сталкиваемся с побочными эффектами, но, в принципе, нандравоны они есть, и вот здесь уже, соответственно, надо решать, смотреть и второй момент, какой, что есть некие особенности, сейчас не буду, там, я встречал исследования, не буду вдаваться подробностям, и вот вам последние новости по тренбалону, что достаточно эффективно измерять эстрогены крови, как по классике мы делаем со всеми анаболическими эстероидами, желательно измерять их в слюне, вот, то есть использовать более высокочувствительные, соответственно, анализы на эстрогены, и таким образом смотреть, вот, при использовании тренбалона, смотреть эстрадиолы. Опять же, данные разнятся, кто-то говорит, что просто, как бы, тренбалон, он прячет, условно, эстрогены, там, еще, есть те, кто говорит, что сам тренбалон, он просто, вот, способствует накоплению, да, таких низкочувствительных эстрогенов. Ну, вот эти вот данные пока, когда они будут точными, когда я прямо найду хорошее исследование, хоть какие-то, я вам обязательно их выложу и скажу. А пока вы можете просто для себя это зафиксировать, это, ну, не прямо уж супердороже сделать эстрадиолу в слюне. Те, кто, может быть, уже на курсе тренбалона, они могут сделать, посмотреть, есть ли разница с кровью. Просто имейте это в виду, как такую занятную, интересную информацию. Здесь, опять же, повторюсь, нельзя на 100% что-то говорить по побольше эффектам и там, и там, что у нендролона, что у тренбалона. Ну, нужно, соответственно, их гасить. И, наверное, я не буду повторяться, какие вы все можете найти мои ролики про анализы крови на тренбалоне, анализы крови на нендролоне, все побочные эффекты, там все это описано. Ну, и там, и там мы видим, что побочные эффекты достаточно яркие. И шил на мыло, как говорится, если это дозировки, там, нендролона где-то от 600 или там даже от 400, ну, точно будут уже выражены побочные эффекты, ну, вот, и гиперкоагуляция будет и там, и там, как примерно, ну, такая же гиперкоагуляция, 400 нендролона в неделю, это примерно такая же и коагуляция, да, гиперкоагуляция, сравнимая с одним ковидом. Тренбалон, вот, на мой взгляд, как-то так плюс-минус можно сравнить. Опять же, это все ультрировано, никто это никогда, мне кажется, не выщет, и многое зависит от вашей генетики, от ваших индивидуальных способностей. Но я к тому, что это все равно достаточно такой серьезный препарат с серьезными побочными эффектами. Измените то и другое можно, но надо понимать, что вы уже начинаете использовать, ну, серьезную фармакологию. Опять же, опять же, для тех, кто хотел изменить с целью реабилитации, да, то есть ему по каким-то причинам он считает, что не походит на дровон, ему нужно что-то там, чтобы коленочка восстановилась, плечик и заживу. Я уже снимал целесообразность выпуск, целесообразность реабилитации тренбалона. Этот выпуск есть, смотрите, опять же, его в плейлистах, та же эндокринология, та же фармакология, смотрите, там этот выпуск есть, мы на эту тему уже порассуждали. Так что вот, дорогие друзья, ну, конечно, будет интересно, если мы порассуждаем, пишите ваши моменты, чем заменить на дровон. Можно, конечно, еще что-то фантазировать, еще препаратов много осталось. Но, опять же, мы договорились о том, что вот мандролом не токсичен особо, и мы, соответственно, конечно же, в вашем биологии не должны рассматривать вообще, на мой взгляд, пероральные препараты, потому что, соответственно, все, что вводится перорально, как правило, оно токсичное. Вот. И, ну, это не совсем подходит, на мой взгляд, под терминологией разоменить на дровон. То есть мы его сменить должны эквивалентно токсичности препаратов. Так что вот, дорогие друзья, кому интересно, задавайте вот такие классные, интересные комментарии, действительно, комментарии по делу, на мой взгляд, вот, потому что очень часто пишут, у меня анализы такие-то, у меня вот кровь такая-то, я там сдал мой эстроген, чем мне погасить, и я там хочу начать курс, там, мандролона, можно ли это сделать без анализов, ну, всякие бреды, то есть, на мой взгляд, то есть канал посвящен анализам крови, не только по фармакологии, но и другим заболеваниям и так далее. Мы постоянно на эту тему рассуждаем и говорите о том, что можно ли курсануть без анализов, ну, это несколько неправильно, да, то есть вы вообще приходите на канал, который посвящен анализам, и, ну, мы же шаманизмом здесь не занимаемся, поэтому это бессмысленный абсолютно вопрос. Ну, вот, потом, если вы хотите разбирать ваши индивидуальные случаи, чем там, как можно курсануть, понятно, что это нужна индивидуальная консультация, потому что в комментариях элементарно вы не можете выслать все анализы, ну, то есть даже если бы я бесплатно там консультировал в комментариях, то все равно невозможно вести переписку, на мой взгляд, то есть это нереально вот так вот отвечать, то есть это нужно прям садиться и целый час потратить, чтобы до человека донести рост состояния здоровья, донести какие-то целесообразные сдачи каких-то анализов побывают, это не только кровь, а УЗИ, марта и так далее, то есть очень много подводных камней, и невозможно ответить конкретно для вас, что подойдет, мы гипотетически можем там посравнивать какие-то препараты, как сегодня я сделал, очень, опять же, это ультрировано все, но для каждого человека это есть свой путь, так что имейте в виду, не обижайтесь на меня, когда я говорю, что вот вперед на платную консультацию, это невозможно сделать бесплатно, потому что огромное количество времени нужно потратить, чтобы ананас, да, изучить, а представляете, сколько у вас даже платников, вот, поэтому, ну, невозможно, невозможно, соответственно, в комментариях дать вам ответ на индивидуальные какие-то вопросы. А вот о вопросах общего характера, из-за разряда там, какие побочные эффекты я могу встретить в того или иного препарата, можно ли с тем или иным заболеванием, соответственно, допустим, использовать там какой-то препарат, ну, вот плюс-минус какие-то моменты, можно сказать и то, во многих случаях я вам могу написать, нужно исследовать она, значит, нужно индивидуально отвечать на этот вопрос. Вот, допустим, можно сказать, какой препарат менее токсичен, какой более токсичен, там, ответить, или на какие-то конкретные свойства препарата, допустим, будет ли данный препарат вызывать высокую коагуляцию крови, то есть, там, свертываться, будет ли кровь сильно, допустим, на данном препарате, ну, какие-то такие вопросы, их можно отвечать на комментариях, из-за разряда у меня растет пролактин, чем на него можно погасить, но вообще непонятно, вы даже не говорите, находите ли вы на курсе или нет, или, может быть, пролактин у вас растет сам по себе, а делали вы, может, так, гипофизы или нет, ну, поэтому, соответственно, это невозможно ответить в комментариях на эти вопросы, ну, никак. Так что вот, дорогие друзья, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и жду ваши вопросы в комментариях. Да пребудет с вами здоровье!